МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Следы империи». Сегодня разговор об интеллигенции и революции. Что такое интеллигенция? Слово это происходит от латинского глагола интеллегу. Что значит ощущать, познавать, мыслить. На Западе понятия интеллигенция не существует. Есть понятие интеллектуалы. А у нас интеллигенция. Когда возникло понятие русская, российская интеллигенция, вот что нам удалось найти. Русский журналист второй половины 19 века Бабарыкин объявил себя первым, кто применил слово интеллигенция в социальном значении. Объявляя себя крестным отцом нового понятия, Бабарыкин настаивал на особом смысле, вложенном им в этот термин. Он определял интеллигенцию как лиц высокой умственной и этической культуры, а не как работников умственного труда. По его мнению, интеллигенция в России – это чисто русский морально-этический феномен. Вот об этом феномене мы сегодня и поговорим. У меня вопрос к нашим экспертам. Скажите, пожалуйста, а почему этот феномен всегда ассоциируется с некой фрондой, с неким противодействием власти, государству? Как вы думаете? Можно я начну? Да, не случайно, на мой взгляд, те же самые словари утверждают, что слово интеллигенция происхождение польское имеет. По моей версии, рождение интеллигенции связано с тремя разделами Польши, вхождение Польши в состав Российской империи. И вот эта шляхетская фронта против центральной власти, русской, и определила то, что действительно интеллигенция в нашем понятии – это не только образование, но еще и совесть. Но совесть не просто – совестливые люди могут быть образованы, необразованы в быту, в жизни. Это особое отношение к народу, которое нужно защищать, которое нужно любить, которым нужно видеть не недостатки, связанные с его положением, необразованностью и чем-то еще, особые душевные качества, которым власть не дает раскрыться. Но по мере того, как в этом смысле фронта против власти была имманентно свойственна русской интеллигенции, но зато отношение к народу, как к страдательному и позитивному началу в составе Российской империи, Российского общества, постепенно изменилось, вплоть до нынешних дней, как отношение к народу, как к быдлу, как к толпе, как к бремени нашей страны, которая мешает стать ей цивилизованной, европейской. В этом смысле русская интеллигенция пала и в глазах самого народа, и в глазах власти, и в моих глазах. Юрий, скажите, пожалуйста, как вы считаете, интеллигенция, понятие интеллигенция, которая исторически сложилась в России, вот то, что сейчас сказал Тальтович, вы подтверждаете или у вас свой взгляд на это? Мне кажется, что еще я добавил бы к этому названию, термину, то, что русский интеллигент никогда не был стяжателем. Это стяжательство было, ну, как бы, к другому. Он никогда не был замечен в стяжательстве, что было очень важно. Отношение к людям, и то, что сейчас сказал господин Третьяков, что, ну, изменилось отношение, ну, интеллигенция стала плохо относиться к людям. Я здесь вообще не согласен с этим. Ну, я не согласен просто с вами, потому что тогда теряет само понятие интеллигенция, что все-таки человек, который переживает не только о себе, да, он еще за кого-то, да, и то, что вы вначале сказали, что почему интеллигенция все время что-то мутила, ну, как бы, да, это связано, может быть, даже иногда, безусловно, с заблуждением, ну, с заблуждением, но эти заблуждения, как мне кажется, базировали всегда на желании что-то изменить и сделать лучше. Ну, мне так кажется. Игорь Ильич, как вы считаете? Вы знаете, вот в 1881 году Даль в своем сноваре дает очень простое определение. Он пишет, интеллигенция наиболее разумная образованная часть жителей. Вот такое определение, не прослойка там, как позже. Часть жителей образованная. Но главное, какая проблема была? Интеллигенция отделилась от народа. Ну, это еще считалось, что со времен Петра, который расколол русское общество, интеллигенция выделилась где-то уже как некое образование, ну, действительно, в середине 19 века. Разночинцы? Ну, и разночинные интеллигенции, и дворянские интеллигенции, они слили, слияние произошло. Обедневшее дворянство. Обедневшее дворянство, да, это уже... Но дело в том, что проблема народа. Ведь возникло почвенничество в 2060-е годы. Какая главная проблема? Соединение интеллигенции народа, их слияние. Вот. Причем в одном тексте Достоевский пишет, я, говорит, не могу жить с верой, без веры, что когда-нибудь 90 миллионов русских, или сколько их там народится, станут образованы, очеловечены и счастливы. То есть, странная вещь. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что вся нация становится интеллигенцией. То есть, цель некая, что вся нация, этот раскол преодолевается. Вся нация становится образована, счастлива и человечна. Это утопия, конечно. Но, в принципе, если иметь в виду высшие цели, которые оставила себе интеллигенция, это совпадает. Потом интеллигенция всегда слой критический мыслящий. Вот вы говорите, почему она в оппозиции. Она в оппозиции. Другое дело, что, конечно, иногда, как говорил Пушкин, что, к сожалению, он говорил, что единственный европеец в России – это правительство. И от него зависит, стало бы еще в раз хуже. Этого бы никто не заметил, говорит Пушкин. То есть, Волошин говорит, великий Петр был первый большевик. Первый большевик. И считать только, что интеллигенция подготовила революцию – это не совсем верно. Потому что Ленин не так уж не прав в письме, когда он говорит, критикует вехи. И он говорит, что письмо Белинского Гоголя, нашумевшего, это громокипящее письмо, разве оно не выражало настроение крепостных крестьян? То есть, интеллигенция в какой-то степени выражала не только свои, скажем, корпоративные интересы. Какие-то народные чаяния, несомненно, когда народники шли на эшафот. Отцы и дети, да? Отцы и дети, да. Когда момент жертвенности и момент миссионизма, конечно, характерен для русской интеллигенции. Спасибо. Для интеллектолога Запада это не характерно. Там это чистое умствование. Для России это важно. Спасибо. Давайте сейчас посмотрим небольшой информационный фильм, потом продолжим. Хорошо? Хорошо? Осенью 1922 года из Петрограда один за другим отправились к германским берегам два парохода. На них из Советской России насельственно высылали ведущих русских интеллектуалов. В общей сложности выдавали за рубежи страны Советов более 200 человек. Эта акция вошла в историю под именем «Философский пароход». Троцкий так прокомментировал это мероприятие. «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно». Лев Давидович лукавил. Большевики, не задумываясь, расстреливали и без особого повода. Просто им настоятельно требовалось тогда международное признание. Разжечь пожар мировой революции не получилось. Приходилось налаживать отношения с проклятыми империалистами. И в этой ситуации расстреливать всемирно известных ученых было просто не с руки. Среди высылаемых было сразу три участника знаменитого философского публицистического сборника «Вехи». Это известные мыслители Николай Бердяев, Сергий Булгаков и Семен Франк. «Вехи» были опубликованы в 1909 году и имели подзаголовок «Сборник статей о русской интеллигенции». Они рассказывали там о будущих интеллигентных демонах Красной революции. Владимир Ленин был разъярен этой публикацией. Он назвал сборник «Вехи» сплошным потоком реакционных помоев, вылитых на демократию. Так что, уезжая из страны, философы еще легко отделались. Чем же они так не угодили вождю пролетариата? Ведь писали они об интеллигенции, то есть о своих же коллегах и собратьях. Но разве в октябре 1917-го к власти пришли пролетарии? Это Ленин-то, Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев. И же с ними пролетарии отнюдь. Они тяжелее ручки и бумаги никогда в руках ничего не держали. Эти люди – ярчайшие представители радикальной интеллигенции. Той самой, которой обличали их былые, раскаивавшиеся товарищи в сборнике «Вехи». Многие его авторы прошли через марксизм и революционные увлечения. Но им хватило кровавых событий 1905-го года, чтобы многое переосмыслить и прийти к покаянию. К нему они призывали и своих собратьев. Но их не услышали. А ведь роль интеллигенции уже в той первой революции проявилась очень ярко. Например, во всеобщей орктябрьской политической забастовке 1905-го года, организованной большевиками и сэрами, А в ней приняли участие не только пролетарии, но и университетские профессора, и даже артисты балета императорских театров. Танцоры избирали свой статичный комитет. И так же, как и профессура, скидывались на революцию, помогали ей рублем. Писатель-буревестник революции Максим Горький. То, крылом волны касаясь, То, стрелой взмывая к тучам, Он кричит. И тучи слышат радость в смелом крике птиц. В этом крике жажда бури, Силу гнева, пламя страсти И уверенность в победе Слышат тучи в этом крике Пусть сильнее грянет Буря Вместе с гражданской женой, актрисой Марии Андреевой, отправился заграничное пропагандистское турне. Оно началось с публикации в Берлине воззвания «Не давайте денег русскому правительству». В нем ООН призывал европейские страны Отказать выдачи кредитов власти, Которая, по его словам, потеряла доверие народа. Затем Горький и Андреева отправились в Америку. Прибыли они туда по поручению Ленина. Задача – пропаганда идеи русской революции И сбор средств в партийную кассу большевиков. Митинги с участием Горького прошли в Нью-Йорке, Востоне и Филадельфии. Ильич остался доволен результатом. Он вообще высоко ценил Андрееву Именно как сборщика средств. И называл ее «товарищ феномен». Конечно, ударной силой революции И в 905-м, и в 917-м Были рабочие, управляемые большевиками. Но ни первой, ни второй революции Не было бы без мощной поддержки интеллигенции. Она обеспечила и приток средств, И пропагандистское обеспечение. Она делала революцию модной. Пользуясь тем, что в 1906-м году в России была отменена цензура, Журналисты и писатели активно разрушали основы государственного строя. И буквально считали это долгом интеллигента. Но что такое интеллигенция? Николай Бердяев считал, что в России это слово приобрело особое значение. Она вовсе не обозначает человека умственного труда. Интеллигент вовсе не синоним слова интеллектуал. Бердяев писал, Многие русские ученые и писатели совсем не могли быть причислены к интеллигенции в точном смысле слова. Интеллигенция скорее напоминала монашеский орден или религиозную стекту со своей особой моралью, Очень нетерпимой, со своим обязательным миросозерцанием, со своим особым нравом и обычаями. И даже своеобразным физическим обликом, по которому всегда можно было узнать интеллигентно и отличать его от других социальных групп. Интеллигенция в России стала неофициальным сословием, а отрицающим любую власть, царскую, советскую, если эта власть имеет национальный корень. Именно религиозный дух пронизывал собрания народовольцев и марксистов. Вот только что это была за религия? Какому божеству поклонялись сектанты? Авторы Вех не назвали его по имени, но дальнейшие события подтвердили их правоту, а также вполне отчетливо обрисовали облик этого божества. Пассажиры философского парохода обвиняли радикалов-утопистов в стремлении железной рукой загнать человечество к счастью. И оказались правы. Диктатура интеллигентов-радикалов была абсолютно беспощадна не только к представителям господствующих классов. С невидной жестокостью они расправлялись, прежде всего, с рабочими и крестьянами. Уже в августе 1918-го вспыхнуло массовое восстание рабочих ижевских и водкинских заводов. Повстанцы контролировали территорию с населением более одного миллиона жителей. А численность их отряда достигала 25 тысяч человек. Чем же не устроила рабочих якобы рабочая власть? На этот вопрос отвечает их лозунг. За советы без большевиков. Не устраивала их террористическая диктатура. Не устраивала политика военного коммунизма, запрет свободной торговли, реквизиции в сельской местности, где проживала вся их родня. Но революционная интеллигенция, взявшая власть в стране, лучше их знала, какое оно народное счастье. И при подавлении восстания ради этого счастья, конечно, без суда было расстреляно несколько сотен рабочих. В знак победы и для закрепления кровавого урока одна из главных улиц Ижевска, Береговая, тогда была переименована в улицу Красного Террора. А после этого столь же беспощадно большевики расправились с тамбовским восстанием крестьян, с кронштадтским мятежом матросов. Террор. Это подлинный бог революционных интеллигентов. Поклонение ему началось еще с так называемой Великой Французской революции. Она ведь тоже была устроена интеллигентным. Робоспьер, которого Кушкин называл сентиментальным тигром, был адвокатом, а проповедник террора Марат – врачом. И именно он провозглашал – свобода не восторжествует, пока не отрубят преступные головы 200 тысяч злодеев. Русские революционеры-интеллигенты сознательно выбрали именно этих персонажей образцом для подражания. Уже в июле 18-го в Ленином был утвержден план монументальной пропаганды. Согласно этому документу, и Робоспьеру, и Марату следовало безотлагательно возвести памятник. А в Свияжске возвели памятник Иудии, как первому революционеру. Автор идеи – Троцкий. Иуда Искариот – для христианского сознания это навеки проклятый предатель, а для революционного – герой. Переосмысление этого ужасного образа тоже началось в интеллигентской среде. Еще в 1907 году писатель и кадент Леонид Андреев опубликовал рассказ «Иуда Искариот» и другие. Поэт Максимилиан Волошин назвал это произведение «И Евангелие наизнанку». Горький вспоминал такое высказывание Андреева. «Я не люблю Христа и христианство. Оптимизм – противная, насквозь фальшивая выдумка. А Иуда, брат, умный и дерзкий человек. Знаешь, если бы Иуда был убежден, что в лице Христа перед ним сам Иегова, он все-таки предал бы его. Убить Бога, унизить его позорной смертью – это, брат, не пустячок». Конец цитаты. Это стремление убить Бога, чтобы самим стать богами, очень характерно для российской интеллигенции. Подобные идеи исподвали, разлагали общество. Интеллигенция готовила революцию не только прямой революционной пропагандой. Многие ее представители боролись с духовными, нравственными ценностями. Разрушали традиционные представления о добре и зле. Эту угрозу предвидел Достоевский. Монолог Верховенского из романа «Бесы». «Мы сделаем смуту, все поедет со снов. Раскачка пойдет такая, какой еще мир не видал. Все рабы в рабстве равны. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Не нужно высших способностей. Их изгоняют или казнят». Конец цитаты. Изгонят и казнят. Так и было сделано. Тех, кто самим своим присутствием в стране обличал бесов, они посадили на философский пароход и с глаз долой. А как же иначе? Ведь один из авторов вех философ, а впоследствии священник и богослов Сергий Булгаков, писал. Конец цитаты. Уже буквально через 20 лет обожествленных красных интеллигентов-радикалов, устроивших Красный Октябрь, сами их поставили к стенке. Более изощренные, властолюбивые гей-интеллигенты. «Наша страна от малого до старого все и требует одного. Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов». Как полагается, революция пожрала своих детей. Итак, в эфире «Следы империи», «Правословный взгляд на историю». Говорим об интеллигенции революции. Вы знаете, я хотел бы начать вот с такой, после фильма, исторической справки, если вы позволите. В июле 1877 года петербургский градоначальник Трепов велел выпороть политзаключенного Боголюбова, зато не снял перед ним шапку. А 5 февраля 1878 года Вера Засулич в Трепову выстрелила из революбера. Через два месяца она пристала перед судом. За подобные преступления полагалось в Российской империи от 15 до 20 лет тюремного заключения. Но присяжные, вы помните эту картину знаменитую, и ее оправдали. И дело Засулич стало символом одновременно революционного насилия и массовой поддержки этого насилия в среде интеллигенции. То есть начался тот самый революционный террор, в котором участвовала, собственно говоря, 90% интеллигенции. У меня такой вопрос, вот интересно. Помните, Горький как-то говорил такую фразу, что революцию сделали 40 интеллигентов. И как вы считаете, почему благие намерения интеллигентов, революционеров, радикалов, а Ленин, Троцкий, Свердлов, это были интеллигенты, в общем, люди, да, не только профессиональные революционеры, почему благими намерениями была дорога вымощена в ад? Как вы думаете? Почему после этого начался ГУЛАГ, войны, гражданская война, смерти, смерти, смерти и так далее? Ну, наверное, потому, что здесь нужно было бы четко все-таки разделять вот эту жертвенность и идеализм в вере какую-то особую мессианскую цель революции и ту реальность, с которой столкнулись интеллигенты, те же самые революционеры, когда революция уже началась и продолжалась, развивалась дальше. Потому что, ну, здесь, наверное, очень уместно вспомнить оценку интеллигенции в небезызвестном сборнике Вехи, и вот все авторы этого сборника, в общем-то, были едины в одном очень важном тезисе о том, что наши интеллигенции, при всем том, что у нее очень в избытке жертвенности, вот этой героизма этого определенного, готовности там идти на каторгу, это какие-то там еще глобальные такие жертвы, но очень мало практицизма, очень мало реализма, очень мало вот этой приземленности. А вот в этой приземленности-то и заключается, наверное, главный смысл бытия мыслящих людей. Потому что, еще ведь Чехов об этом тоже писал, «Дом с мезонином» достаточно вспомнить. Можно иронизировать над аптечками, библиотечками, над вот всем тем, чем занималась земская среда, но это было необходимо для России. Это была действительно черновая, незаметная, но очень важная работа. Юрий, я хотел вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, интеллигенция тогда, конец 19-го, начало 20-го века, она приняла западную модель мысли философского развития коммунизм, марксизм. Это все пришло из Запада, это против традиционной России. У меня вопрос, почему эти люди хорошо образованные, которые от государства получали хорошие деньги, имели хорошую работу, это были адвокаты, не нуждались ни в чем, в принципе. Выступали против этой империи и делали все, и желали все, чтобы она погибла и разрушилась. В чем парадокс исторический? Как вы думаете? Ну, мне кажется, главная, ну, и так сказать, не проблема... А знаете, как еще? Вестернизация, да, интеллигенции была? Ну, на самом деле, мне кажется, главная проблема, наверное, в том, что случилось в 1917 году, мы же туда все подходим, мне кажется, нельзя забывать по поводу крепостного права. Да, то есть, конечно, Россия задержалась с этим, скажем так... Ну, послушайте, в США сегрегацию отменили в 60-е годы. В 60-е годы. Раздельно ездили днегра и белая. В 67-е годы отменили, да. Понятно, но это тоже сильно... Со неба 18-го. Да, это тоже сильно давило. Но вы же прекрасно понимаете, что не за три дня все это случилось, да? Не за три дня изменился так вот, ну, строй. К этому плавно, ну, через кровь, безусловно, да, но плавно подходили в течение 50 лет России. Почему образованные люди устроили нам это все? Я считаю, что это все-таки напрямую связано было, наверное, все-таки с некой такой несправедливостью в виде крепостного права. Я думаю, что где-то там все происходило. Ну, вообще-то революция, это не интеллигентская революция, это народная революция, конечно, потому что... А кто мозгом-то был? Кто рулел? Это ладно, но ведь... По 10-12 часов кто выступал в Питере? Пугачев, Разин, все это явление русской истории. А хотя бы 17-го... Хорошо, интеллигенция. Другое дело, что интеллигенция заигрывала с революцией. Когда, скажем, Брюсов накануне революции пишет «Где вы грядущие гунны, что тучи навесили над миром?» Слышу, а что под чугунной, по еще не открытым по мирам? И как он заканчивает эти стихи? Он бесследно все сгинет, быть может, что ведомо было одним нам, но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном. Это были филологические игры. Никто не думал, что это обернется матросом-железняком, понимаете? Вот грядущие гунны придут. То есть это детство играло в одном месте? Интеллигенция с этим играла, конечно. Но, с другой стороны, интеллигенция сумела, вот революционная интеллигенция, что она делала? Вот вы упомянули Засулич. Ведь Засулич, она всадила пулю в Трепова, причем совершенно бескорыстно, она бросила револьвер тут же. Им важно было отомстить за поругание над человеком, как она сказала на суде. Потому что были отменены телесные наказания. Да, а Бокалевы не имели права, Трепов не имел права его сечь. Да. Вообще-то, не имел права. Вот она, значит, выстрелила в него, и суд говорит, нет, невиновна. Как невиновна? Пуля сидит. До конца жизни у него пуля-то сидела. Что сказал Достоевский? Он был на этом процессе. И он в перерыве сказал так, еще до переговора. Говорит, надо выразить так. Вот не дай бог ее сделает героиней. Она сделает так. Иди, иди, ты свободна, но не делай этого в следующий раз. То есть библейская формула, иди, не греши. И он говорит, но у нас, по-моему, нет такого в законе. Нет такой формулы законодательной. То есть между людьми это может быть. На христианских началах, скажем. Но в уголовном праве такого нет. И потом пошла волна покушений. Волна покушений. Но я еще что хочу сказать, что если вот я упомянул Достоевского, он фактически открыл секрет тайны русской революции. Ведь есть версия продолжения Карамазова, где Алеша Карамазов, тишайший Алеша, положительно прекрасный человек, становится цареубийцей. Он совершает покушение, и он убивает царя. Или покушение, он скажет. Покушение на царя. Его казнят. Его казнят. Что это такое? Достоевский понял, что в революцию пошли идеалисты. Не те бесы, которых он разоблачал там шести годами раньше в романе «Бесы». Он превосхитил кровавую изнанку идеализма. Чистое сердце Малеша приносит себя в жертву, всходит на эшафот. Вот секрет русской революции. Если бы там были одни негодяи, она бы не состоялась, понимаете? Пошли бескорыстные люди, которые потом превратили все в эту кровавую драму. У меня тогда вопрос, Павлович, к вам. Скажите, пожалуйста, почему православные философы отмечали, что русская интеллигенция самая атеистичная в мире? Почему произошел отход от веры? Вот как сейчас сказал Павлович, что я считаю, это идеальные бесы, во что делать революцию? Первое. Вот уже у Жуковского, вот в этой цитате, там ведь очень интересно сказано, наша русская европейская интеллигенция. Я еще про аристократов тогда говорил, разночинцев еще тогда не было. Вот, собственно говоря, маленький ключик к тому, что такое русская интеллигенция. Это люди, конечно, это люди интеллектуальной культуры, но это люди европейской интеллектуальной культуры. Это очень важно. Потому что, если мы посмотрим, была ли некая прослойка в обществе аналогичной интеллигенции в Средние века, в России, там, с 17 века. Конечно, была. Это духовенство. Это люди интеллектуального труда. Это люди, которые объясняют смыслы обществу, которые дают, это вот то, что называется совесть нации, да, соль земли. Вот на место духовенства и пришла русская интеллигенция. А как это получилось? Я не соглашусь, что она самая атеистическая. Все-таки французы перехлестнули, так сказать, нас. Они ввели религию разума. Мы до этого все-таки не дошли. Может быть, опираясь на их отрицательный опыт. Но вот это вот, вы говорите, почему, строя рай на земле, они построили ад? Потому что они, будучи европейцами, они строили рай на земле без Бога. А рай без Бога называется адом. Вот, собственно, и все. На самом деле, на самом деле, на самом деле, я полностью согласен, потому что, если немножко перекинуться, так, немножко отойти от темы, да, поговорить о том, что случилось на Кубе. Фидель же не запретил, он не отменил Бога. Фидель этого не сделал. Фидель сказал, да, мы за, ну, за своих, да, и так далее, но он не отменил, он не рушит церкви. И в этом, извините, и в этом, как бы, я думаю, что гений Фиделя, ну, гений Фиделя, да, то есть, такой мягкий переход. А когда вы сказали, почему начался ад, вот так, ну, с 17-го года, плавно начался ад, смерть, разруха, там, и так далее. Ну, потому что до основания, ну, надо же было уйти до основания, это не та самая преемственность изменению к лучшему, а это до основания разрушить и построить ад. Федор Александрович, скажите, пожалуйста, ваше мнение, почему образованнейшие люди, культурные люди, которые много могли дать, разделились на две неравные части. Одна часть превратилась в исповедников веры, да, которые поддерживали монархию царя, как Тихомиров, например, который раскаялся и стал потом апологеном православия, а другая часть, как Ленин, Троцкий, Свердлов, Плеханов, образованные, многознающие люди превратили все это в необразимую кровавую кашу, которая растянулась вот на столько времени. Как вы думаете, почему? Ну, вот этот вопрос как раз имеет прямое отношение к пониманию интеллигенции, тогдашнему причем. Слово-то действительно ввел в оборот в 60-е годы Иван Аксаков до еще, так сказать, самозванного автора интеллигенции Бабарыкина и вел, кстати, под влиянием польских событий, под влиянием второго польского восстания, в самом деле. Но понималось под этим именно образованное общество в целом. А вот в конце 19-го века слово переосмысливается, и под понятием интеллигент начинают понимать любого борца за идею, причем совершенно не важно, какой у него уровень образования. То есть, есть люди образованные, а есть интеллигенты, причем в том числе, например, крестьянская интеллигенция, появляется такое понятие, народная интеллигенция. Вот это переосмысление было связано как раз с социалистическим движением. Собственно, это переосмысление связано с такими нами, как Глеб Успенский, Николай Михайловский, Короленко и так далее, и так далее. И вот интеллигент это именно борец за идею. То есть, это человек, который хочет усилием мысли переустроить страну. У меня вопрос в связи с этим, если можно кратко ответить на него. Скажите, пожалуйста, в Европе тоже существуют интеллектуалы, но которые не разрушают свою собственную страну, не фрондируют против власти, она тоже там не очень хорошая была, наверное, есть, да? Почему у нас-то вот эта образованная прослойка людей в массе своей всегда была против исторической, традиционной России? Почему это происходило? Потому что те идеи, которые они в целом брали на Западе, они не видели возможности реализовать их в российских условиях, кроме как через тотальную перестройку всего и вся. То есть, если на Западе эти идеи порождались как возможность дополнить существующую действительность, где-то в каких-то моментах ее переосмыслить, да, то в России это полная смена реальности. И неизбежно совершенно понятно, что когда вы осуществляете полную смену реальности, кто-то в это не помещается. И отсюда, соответственно, насилие. Мне кажется, что нельзя забывать то, что мы называем интеллигенцией в тот период, да, и народ. Народ был крайне необразован в подавляющем своем числе. Согласны? И тут случился, как раз, вот этот самый парадокс. Они понадеялись на народ, а народ, мы же знаем все эти истории, как он буквально через два месяца после, там, 17-го года, ну, в 17-м году через два месяца моментально изменился, уже стали людей резать на улице. Поэтому вот эта необразованность, да, подвела, может быть, даже и благие намерения революционеров. Да, Виталий Тович, пожалуйста. Вот смотрите, с конца 18-го века и Карамзин, первый русский интеллигент, поэтому европейская, естественно, за труд, который, можно было потом называть интеллигентом, стали платить, но очень немногим. Потом богемная тусовка, вот вся театральная тусовка, она влилась как бы автоматически в интеллигенцию. Хотя там со знаниями, с образованием, тем более с отношением к народу, было, и с образом жизни было мало, мало что интеллигентного связано. И постепенно вот это трансформировалось отношение к народу, которое нужно опекать, поднимать, защищать от власти, в том числе и путем этого самого революционного террора, изменилось грядущий хам. Это же русская интеллигенция произносила, что грядет хам, и его нужно... Часть. Да. Мир Шгоришковского там. Да, одна часть грядущий хам, другая часть считала, что здесь было правильно сказано, что сам русский народ, он же не такой был необразованный, как другие. Резали на Западе ничуть не менее успешно. Но сам он не способен, в силу многих причин, устроить этот переворот в свою же пользу. Спасибо. И поэтому интеллигенция быстро расслоилась на тех, кто будет учить народ, как действовать, и на тех, кто стал бояться народа, ненавидеть народ и презирать народ. Спасибо. Ну что, есть смельчаки у нас, да? Как вы понимаете термин интеллигенция? Я считаю, что интеллигенция, это прежде всего люди высокой культуры, которые желают только блага для России. И как люди не говорили бы, что 40 человек сделали революцию, 40 интеллигенции? Нет, я считаю, что они хотели только блага. И чтобы Россия шла вперед. Хорошо. Стойте, стойте. А если так вот сделаем? Давайте этот эксперимент проведем. Мы в программе обычно так происходит все у нас. А давайте вас поместим в 17-й год, и вы будете сотрудником, помощником, соратником Ленина или Троцкого. Будете учиться. У вас будет пускай второй курс, может быть, Санкт-Петербургского университета. И что вы, сбежите аудитории? Будете пойдете делать революцию? Сбежали бы? Нет, ну Ленин, это же прежде всего один из самых образованных людей того времени. Так, так. Сначала получаю образование, а потом уже буду его соратить. А нет времени? Октябрь 17-го. Вот-вот наступит 25-е октября. Значит, буду работать с ним и учиться у него. Спасибо. Меня зовут Белова Екатерина, колледж Министерства иностранных дел России. А я хотела сказать, что такое интеллигенция. Я считаю, что это, естественно, умные люди, но которые хотят поменять идеологию, которые хотят изменить что-то в этом мире. А вы? Я бы не назвала в себе интеллигентом. Кто еще хочет сказать? А можно еще вопрос задать? Да. У меня такой вопрос. Мы, естественно, мы все знаем, что февральскую революцию делала интеллигенция. Для чего же все же эту делали революцию? Судя по тому, что потом сделало временное правительство, даже оно ничего не сделало. Это вопрос экспертов? Да. Пожалуйста, ответьте. Февральскую революцию делала неинтеллигенты. Павел Ильич, ответьте. Ну, она, как всегда, не рассчитали силы, оказались не готовы к тому, как пойдут события. Вы имеете в виду, они меняли мир в условии, когда были вооружены миллионы простых людей, неинтеллигентов. Вот в этих условиях они с самого начала оказались связаны по рукам и ногам. Игорь Ильич, да. Тут надо говорить еще о вине власти, конечно. Потому что вот какая схема у русских писателей, по отношению, вот поэт и царь, скажем, какая схема? Ведь схема такая, идейная опека над властью. То есть власть должна опираться не на бюрократию, не на аристократию, на лучшие умы страны. Когда Пушкин говорит, беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит, потупя очи долу, вот схема, чего не должно быть. То есть у престола должны быть люди наиболее образованные, наиболее страдательные, что ли, понимаете? А власть опиралась до конца, до 17-го года, не на этого, не на самых просвещенных в России, а на бюрократию, на чиновников, на военную аристократию, но на аристократию родовую. Вот какая была система в России до 17-го года. И власть во многом виновата. Но в 17-м году, в 17-м году другая интеллигенция. Можно я договорю, вот относительно того, что не интеллигенция сделала февральскую революцию. Это, конечно, сделал правящий на тот момент класс, добивающий власти и собственности. Интеллигенция призывала революцию, но проблема-то в том, что интеллигенция не умеет заниматься управлением, она не умеет властвовать. Только можно говорить. Но на самом деле, если мы говорим про ту интеллигенцию, которая совершила революцию, в частности Ленин, он очень лихо складывал слова. Это другая революция. Я сейчас про Ленина, про все то, что произошло. Он очень лихо складывал слова. Если вы помните, на первом съезде большевиков он сказал, вся власть народу. На что большевики сказали, что это нереально. Это нереально. Они необразованные. Но это очень понравилось тому самому необразованному народу. И он сказал, давайте все поделим. И тот самый необразованный народ сказал, это классно. Вот отличие. Спасибо. Спасибо. Продолжим через несколько минут. Вторая глава у нас будет называться «Схем вы мастера культуры». Из истории переписки императора Николая II и императрицы Александра Федоровна. Мой родной, мой милый, более чем когда-либо тяжело прощаться с тобой, мой ангел. Так безгранично пусто после твоего отъезда. Затем ты, я знаю, несмотря на множество предстоящих дел, сильно будешь ощущать отсутствие твоей маленькой семьи и драгоценного крошки. Только бы были хорошие известия в твоем отсутствии, ибо сердце обливается кровью при мысли, что тяжелое известие тебе приходится переживать в одиночестве. Уход за ранеными служит мне утешением, и вот почему я даже в это последнее утро намерена туда идти в часы твоего приема для того, чтобы подбодрить себя и не расплакаться перед тобою. Болящему сердцу отрадно хоть несколько облегчить их страдания. Я должна вместе с тобой радоваться твоей поездке, и я этому рада. Но все же в силу эгоизма я ужасно страдаю от разлуки. Мы не привыкли разлучаться, и при том я так бесконечно люблю моего драгоценного мальчика. Скоро 20 лет, как я твоя, и каким блаженством были все эти годы для твоей маленькой женушки. В эфире программа «Судо империи». Мы продолжаем. До перерыва один из наших экспертов, Виталий Литович Третьяков, сказал, поправьтесь, если я ошибаюсь, такую фразу, что интеллигенция, писатели, драматурги, актеры в своих произведениях призывали «Русь к топору». А когда это случилось, они знали, что с ним делать. Общеизвестно. Один из поэтов-символистов, потрясающий интеллектуал, человек утонченной культуры Александр Блок, помните, написал в 17-м поэму, да? 12. Тоже в школе мы все учили. Строки из нее очень показательные. «Польнем капулей в Святую Русь». Во главе этой расстрельной команды поэту «Видится Христос». Многие сразу после поэмы думали, что и считали, не безусловно, что это был антихрист. Вот. В своей статье от 18-го года «Ителлигенция и революция» Блок призвал тех интеллигентов, кто не приняли «Октябрь», сказать и поддержать «Октябрь» всем телом, всем сердцем, всем сознанием «Слушайте революцию», писал Блок, да? «Музыку революции». Да, ну музыку революции, да. Но что было потом, буквально через год? Сейчас я договорю. Но уже буквально через год он сам перестал ее слушать и слышать. Он и стихи писать тоже перестал. На вопросы о своем молчании отвечал. «Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет? Потому что большевики провели унификацию, так я понимаю. А художнику Анинкову, создателю иллюстрации к первому изданию «Поймы 12», он говорил, я задыхаюсь, мы задыхаемся, мы задохнемся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу. В феврале 21-го он произнес речь на вечере, посвященном памяти Пушкина, процитировав знаменитую строку Александра Сергеевича. «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Покой и воля тоже отнимают не внешний покой, а творческий, не ребяческую волю, не свободу, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем. Жизнь для него потеряла смысл. В этом же году он скончался. Официальный диагноз, что у него было воспаление сердечных клапанов. Но, по-моему, все-таки он скончался от тоски, о том, что смысл жизни был потерян. И в предсмертном бреду, говорят, блок металл, требовал найти и уничтожить все экземпляры поэмы «12». Страшная судьба и подлинное окрушение. Да. Вы знаете, ведь почему он записывает в день, когда он закончил «12»? Он пишет «Сегодня я гений». Потому что это самая неблоковская и самая блоковская поэма. Ведь он не выступает там как автор этого текста. Он голос улицы, он только там транслятор. Его гениальность в том, что он уловил эти гулы, эту музыку революции. Понимаете? Ведь там, когда его спрашивали... А что потом-то было? Это другой вопрос. Это январь 1918 года. Еще нет террора. Январь 1918 года. Еще есть какие-то надежды действительно на мировую революцию. И когда он пишет там «Идите все, идите на Урал, мы открываем место с тобой во вскифах». «Стальных машин», «Где дышит этот играл» с «Монгольской дикой Ордой». Это ощущение мировой революции, конечно. Последний раз на братский пир зазывает «Варварская лира». Он заканчивает так. Игорь Леонидович, а как вы на это отвечаете? Все звуки прекратились. Это после... Конечно. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет? И он последнего стихотворения Пушкин «Тайную свободу» пелим и во след тебе. «Тайную свободу». Конечно, в 1921 году это уже после... Конечно, после того, что было этих ужасов трех лет, это совсем другое. Но 1917 год, январь, конкретно. Кстати, ведь ему спрашивали, почему Христос? Он говорит, я не знал сам, как закончить. Но, к сожалению, Христос. То есть это вылилось, смотрите, нежной поступью над вьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос. Так? И сколько... Миллионы трактовок. То ли он идет впереди с Красным Знаменем, то ли они его преследуют, чтобы расстрелять, как говорил Волошин. Идут за Христом. Некая таинство, мистическая сила русской революции, понимаете? И когда Маяковский за несколько лет до этого пишет, тоже какая перекличка, там в белом венчике из роз, у Маяковского, в терновом венце революции грядет 16-й год. В терновом венце, терновый венец, который именно Христа был надет, терновый венец. Тут белый венчик из роз. Понимаете, какая перекличка, ощущение конца. И ощущение обновления. Потому что ведь и Волошин писал, и многие другие, они говорили так. И Ходосевич, путем зерна. Что такое путем зерна? Это евангельский текст. Если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. То есть Россия умрет и возродится как бы заново. Вот, это библейский текст. И, конечно, мистическая часть Христа. Когда Волошин пишет в 21-м году, после расстрела в Крыму, он пишет, там 1 мая совпала с Пасхой. И как кончается его самое страшное стихотворение о терроре. Но в ту весну Христос не воскресал. То есть мистическая суть русской революции. Абсолютно. Я думаю, уместно здесь об этом сказать в этих стенах. Да. Павел Ильич, вот сейчас, вот так уж. Павел Ильич, скажите, пожалуйста, вот вы то, что мы сейчас прочитали, процитировали, рассказали, вы с этим согласны? Вот смотрите. Действительно, революция может быть только как религиозное и мистическое действие. Это очень важно. Революция – это не переворот, да, не перемена власти. Это поиск правды. Детелям культуры. И, собственно, понимаете, интеллигенция – это совесть нации. Они ищут правду. Это в любом государстве так было, к сожалению, только в России это реализовалось вот в таком ярком виде. Мы не должны этого стесняться. Это великий дар исторический, что у нас есть и была, и, надеюсь, будет интеллигенция. Другое дело, что в каком отношении эта интеллигенция к правде, понимаете? Она ее ищет вне религии. Вот это важно. И начинается строительство рая, строительство справедливого общества. Блок приветствует это строительство. Приветствует Христа как символ истинной правды. И что происходит? Начинаются вот те непредвиденные вещи, которые потом скажут, народ оказался неправильным. А почему он замолчал-то, Павел Иванович? Потому что он, ну, он поэт, понимаете? Поэт – это певец. Это певец. Он, ну, вот как бы, к нему вопросов не может быть. Это не он говорит, пальнем капули в Святой Руси, это голос улицы. Это говорит улица. Мы на горе всем буржуям. Знаете, есть такое выражение, дудка Господа, да? Вот он выражает некую волю. Это что он говорит? Но что самое страшное, что российская революция – это была не просто революция без Бога, это была революция отрицающая Бога. Смотрите, мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи благослови. Это голос улицы, а не блока. Революционный держитель шаг, неугомонный, не дремлет враг. Это улица, говорит, его устами блоковскими, понимаете? Вам не страшно таких слов-то было? Ему было тоже страшно, я думаю. Но это он выражал то, что на самом деле. Да, да. На самом деле, когда вы начали эту часть и стали говорить про интеллигенцию творческую, связанную с революцией, вы не забываете одну важную составляющую. Люди, которые писали стихи, рисовали, ну и так далее, да, они же откуда питались? Это же некий адреналин. Адреналин, понимаете, адреналин происходящего. Не нужно на художника, да, надевать эту ответственность. Конечно, она существует, ответственность. Существует, как у любого человека. Я понимаю ваш взгляд. Но откуда это все питание происходит? Когда говорят, что Малевич и так далее, появились, ну как бы развитие их не произошло. Когда? После революции? Нет. Нет. Это все было до революции. До революции горско-людей, талантливых людей, живших искусством, да, делали эти теории, ну то, что мы называем, то, что Малевич, там странный авантюрист Родченко появился после революции и стал сделать такие странные фотографии, потом стали культовыми. Ну почему? Потому что семья была активна. Юра, у меня был один вопрос, можно вам задать? Извините, пожалуйста. Но вот вы сказали, что не надо на них, на мастеров культуры, все наваливать. Ни в коем случае. Да, тогда у меня вопрос. Это гражданин, это человек со своей позиции. Хорошо, согласен. Тогда, смотрите, а может быть, вы не считаете их виноватыми, что Соловецкий особый лагерь и ГУЛАГ, и мир отверстий за это, то, что произошло дальше, тоже лежит на мастерах культуры, которые... Но вы не забываете, что на Соловецких островах пропагандировали это все? Совершенно с вами не согласен. Почему? На Соловецких островах, в этих казематах, сидели тоже творцы. Не так? Не так? Общество Хлам, общество Слон, не так? Там тоже были творцы. И ни в коем случае нельзя разделять на плохих и на хороших. Я просто про тех творцов, которые были за советскую власть, за большевиков, которые были близко к тому, кто захватил власть в 17-м. Ну смотрите, давайте мы разделим, чтобы было удобнее и корректированнее. Горький, например. Те люди, которые были близко к власти, ну прям совсем близко, тот же Горький. Наверное, там немножко другой счет. Но если вы помните, Горький неоднократно пытался и пытался инициировать, чтобы царя не убили. Вы это знаете историю. Он пытался сделать все. И как пишут об этом, как я читал, он не успел с этим распоряжением, чтобы не расстреляли царя. Но есть же творцы, которые возбуждаются от того, что бегают молодые красивые девушки в красных козынках. Будущее и перспективы. Ну это же так. А это же адреналин. Вот появляются картины. Вот появляются стихи. Я хотел бы здесь просто одну интересную параллель отметить. Вот смотрите, название статьи «Интеллигенция и революция» Блока. Своего рода ответ на аналогичное название статьи Струве в сборнике Вехи «Интеллигенция и революция». Две разные позиции у Струве. Это приземленность и конкретные дела, чего не хватает интеллигенции. У Блока эта приземленность и эти конкретные дела, это грязь, это мерзость буржуазного общества. Реальная альтернатива, которая была перед Россией, которую многие, может быть, и не заметили из вот такой творческой интеллигенции, это, как Струве говорит, манифест 17 октября 1905 года. Вместо этого идем на революцию, идем на 17-й год. Что в результате получается? Получается то, что вот та самая музыка революции, о которой мы здесь говорили, превращается в реквием. А не в торжественный марш. Да, Виталий Тович, пожалуйста. Ну, мне неудобно спорить со всеми, но как-то разговор ушел в обсуждение судьбы Блока. Блок гений. Нельзя судить по одному, двум, трех. В России тогда гениев было несколько десятков. Об интеллигенции. Это разные понятия. Блок, она пришла с мороза, раскрасневшаяся и наполнила комнату ароматом воздуха и духов. Я поставил тебе черную розу в бокале золотого, как небо АИ. И тут вдруг, да, все это революция, все это зов общества. А потом голод, нехватка дров, всего нехватка. Ну, естественно, он падает духом, разочаровывается. А как еще? Но десятки других. Малевичи, Родченко, Маяковский, который зачаривался гораздо позже. Есенин, Горький, тот же, который не хуже других знал все недостатки русского народа, но все равно никогда его не пытался предать и сделать главным виновником всего происходящего плохого. Они-то приняли революцию, были гениисты с другой стороны. Это первое. Поэтому давайте оценивать интеллигенцию как слой, как класс. Ту, которая стала, благодаря большевикам, стала преподавать грамоту по всей стране. Стала преподавать в школах, которые при Сталине стали при всей стране распространяться. На этих рабфаках и прочих местах. А что же вы сводите к судьбам трех-четырех гений в русской интеллигенции? Ни один декабрист не отк... Они хотели свернуть царя, но ни один не отпустил на воду своих крепостных. Поэтому не по блоку нужно судить. Хорошо. Виталий Иванович, один вопрос, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Скажите мне, пожалуйста, революцию делают романтики, а пользуются ею... Ну, это как всякие афоризмы, они... Но имеет смысл этот афоризм или нет? Нет, давайте, как это фронта, польская часть, да. Потом не забывайте, что почему была против власти, против царской власти. Потому что кто-то назвал Россию тюрьмой народов, там была черта оседлости. Так или иначе чувствовали себя ущемленными. Вот эта вся группа еврейской интеллигенции, которая влилась в русскую. Прибалты, поляки, в основном, в значительной степени составили костяк большевиков, в том числе и в репрессивных органах. Эти люди, они ненавидели русскую власть в принципе. Справедливо, несправедливо, другой вопрос. Они были частью этой интеллигенции. И одна, после революции, кто-то пошел на созидание, а кто-то пошел на отрицание уже в целом, уже новой власти. Игорь Леонидович, мы сейчас уйдем немножко в сторону, поэтому хочу вам задать вопрос. Вот почему русская литература, которая признана была чувство доброе пропуждать, все-таки призывала Русь к топору? Как вы думаете? Но почему? Вот она, наша литература, великая, классическая, могучая. По крайней мере, то, что вот в школе мы в советской изучали, там все время был революционный пафос, побужение к действию. А где она призывала? Вот я не помню таких романов, чтобы там был прямой призыв. Наоборот, когда... Не прямой, не прямой. К топору за Ветер Русь, Герцан написал это письмо из провинции, где говорил человек, к топору за Ветер Русь. Он сказал, нет, не к топору надо звать Русь, потому что топор может разгуляться, мы не сумеем из Лондона его остановить. А надо звать к метлам, он сказал, к метлам. Вот такая формула была у революционера Герцана, кстати. А если говорить, значит, о русской литературе, вот посмотрите, недавно выступал на одном ток-шоу, и там было высказано такое мнение, что Ленину было плевать на русскую литературу, не имело для него никакого значения, вот. А Блок ничего не понимал в русской революции. Ну, я соглашусь, что Ленину было наплевать на русскую литературу. Но о революции мы будем судить не по статьям Ленина, не только и Троцкого, там, или Каменева и Зиновьева. Мы будем судить о русской революции по Блоку. Нет. Ощущение революции? Нет, конечно. Нет, ощущение 12, это есть ощущение. Более того, вы посмотрите. Ну почему не по Маяковскому тогда? Пули по гуще, по арабелам, в гуще бегущих, грянь по арабелам. Да, конечно, страшная стихия. Да, но, но, вы понимаете? Через 4 года здесь будет год отца. Достоевский ничего не понимал в русской революции, предположим. Но трехины, которые приснились Раскольникову и которые проявились в 1917 году, что это не предсказание, а эти стихи, написанные молодым, 18-летним человеком, настанет год России, страшный, черный год, когда царей корона упадет, забудет чень к ним, прежнюю любовь, и пищей многих станет смерть и кровь. Предсказание называется. Это что, русская литература не предсказала? Мы будем судить о русской революции по Тихому Дону, по Блоку, по русской литературе. Понимаете? Она запечатляла пафос и ужас русской революции. Но когда изменилась ситуация, вот когда я говорил про возбуждение творца, я извиняюсь, да, про возбуждение, когда они писали как бы от себя, как граждане, да, а потом, когда, если вы вспомните, как появился кино, ну, кинематограф про Ленина, да, когда Сталин приходил в власть, и он же сказал, у него же была главная идея, я новый Ленин. Понимаете? У него была, ну, идея, новый Ленин. И поэтому появились фильмы, чтобы возвышать кого? Ленина. Ну, понимаете, возвышать Ленина. И вот тут творцы стали обслуживать власть, понимаете? Регулярно. И изменилось это возбуждение, появилось возбуждение другое. Страх перед смертью и деньги. Деньги всегда, интеллигенция всегда любила деньги. Да и причем из интеллигента все любили деньги. Все, и мы с вами, и вы тоже. Федор Александрович, у меня к вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вы-то как считаете, что интеллигенция виновата в провоцировании революции, переворотов, потрясений, которые были в Российской империи в начале 20 века? Или она здесь ни при чем? Тут все тесно взаимосвязано. Понятно, что революция на самом деле, и если говорить и про февраль, и про октябрь, это революция народная. Но без интеллигенции они не могли бы быть успешны. Вот о чем речь. Федор Александрович, у меня тогда еще один вопрос такой. Смотрите, вы все помните фильм «Семнадцать годами весны» Львозного, да? Шикарная картина. Помните там эпизод с провокатором Крауза? Помните его диалог со Штирлицем, когда они пришли на яблочную квартиру? Юр, ну вы же кинтографист. Ну я не помню настолько. Ну я вам рассказываю просто. И вот они там беседуют между собой. И Штирлиц спрашивает его, Крауза, вот вы общаетесь с людьми, которые вам рассказывают о своей жизни, о своей борьбе, против фашизма и так далее. А что потом с ними? А он говорит, а мне это не интересует. Я когда с ними работаю, я трибун. Я думаю, я хочу их сломать, переубедить, чтобы они были на моей стороне. А что потом меня не интересует? А потом их расстреливали. Вот вам не кажется, что часть, Виталий Точ, часть интеллигенции, это тот самый провокатор Крауза, который им было интересно сломать, переубедить, довести до точки кипения, сделать шторм, штурм, чтобы все полыхнуло Россия, а потом чтобы было неинтересно? Ну, дело в том, что им-то и самим в этот момент неинтересно, что будет потом. То есть они переживают этот момент как некую вечность. Для них складывается определенное такое впечатление о том, что революция будет всегда. Федор Александрович, зачем? Вот объясните мне. Вот смотрите, вы интеллигентный человек, я интеллигентный человек. Мы тут все интеллигентные люди, да? Мы не пролетарии. Вот зачем нам переворачивать все с ног головы на голову? Когда, например, в начале 20 века интеллигенты живут хорошо, пишут книги, романы, хорошие сигары, хорошие квартиры, прислуга в доме, пятикомнатные квартиры, видите, какое уплотнение, коммуналки, царь-батюшка в Санкт-Петербурге за границей, рубль золотой. Скучно. Значит, понимаете? Эта жизненная реалия предполагает, что для ее какого-то изменения, какого-то улучшения нужен ежедневный труд. Это ужасно скучно, это требует огромных затрат. Что такое революция? Революция – это театр, это сцены, это подмостки, это возможность изменить жизнь полностью за один день. Блок в этом смысле абсолютно не уникален, потому что, на самом деле, если мы посмотрим того же, скажем, философа Бердяева, которого почему-то считают консервативным философом, да? Если мы посмотрим, что он пишет, он пишет то же самое. «Падение священного русского царства». Вот, пожалуйста, шмальмем в Святую Русь, да? Для того, чтобы воплотить идеал Христа, нужна абсолютная секуляризация. Он пишет все то же самое. Потом оказывается, да, что революция, на самом деле, полностью провалилась. То есть революция совсем не дала того, на что они надеялись. Причем ни либералы, ни социалисты, ни большевики, никто. Провалились все абсолютно, да? Россия 21-го года – это полный провал всех, кого только можно. Блок от этого умирает, да? Все, кто там оказывается в эмиграции, они, собственно, от этого пересматривают свои взгляды, потому что по-другому просто не получится. Они все обанкротились идеяно. Килин Камезу продолжим. Своим дорогим студентам я обращусь к третьей части. Вы начнете третью часть программы и узнаем, почему Чехов писал о том, что интеллигенция служит дьяволу. Увидимся. Из истории переписки императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. «Слава Богу, даровавшему нам вчера победу в Сувалок и Мариамполе. Приехал благополучно. Только что отслужили благодарственный молебен в здешней военной церкви. Получил твою телеграмму. Чувствую себя отлично. Надеюсь, все здоровы. Крепко обнимаю. Ники». В эфире «Снеды империи» мы продолжаем. Начнем третью часть программы с цитаты Анну Павловича Чехова. Она интересна довольно. «Современные лучшие писатели, которых я люблю, служат злу, так как разрушают. Неужели подобные авторы заставляют искать лучшего, заставляют думать и признавать, что скверное действительно скверно? Нет. В России они помогают дьяволу размножать слезняков и мокритц, которых мы называем интеллигентами. Вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная интеллигенция, которая непатриотична, уныла, бесцветна, которая брюзжит и охотно отрицает все. Так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать». Конец цитаты Чехова. Неожиданно. Ну это же его же самого в этом обвиняли. Да, неожиданно. Что он певец «Сумерек», что он как бы ноет. Вся интеллигенция, ну большая часть говорила, что Чехов упаднический писатель. Поэтому его не обвиняли. Вот все эти обвинения, высканные, по-моему, в частном письме, не публично, вот это все адресовалось самому Чехову. Игорь Ильич, вот смотрите, вот выстрелилось сколько там, раз, два, три, четыре, пять молодых людей. Давайте их спросим. Какую русскую литературу вы в последнее время читали, молодой человек? И какие произведения у вас в памяти остались? Ну вот в первую очередь, если говорить о произведениях, которые нам рассказывают о жизни русского народа, интеллигенции до 20 века, мне в голову приходит «Война и мир Толстого». Если брать простой народ, то, на мой взгляд, это Достоевские бедные люди. И если брать интеллигенцию, то произведение, которое наиболее полно и точно характеризует суть интеллигенции, на мой взгляд, это отцы и дети Ивана Сергеевича Тургенева. Именно Базаров, Нигилист отражает, на мой взгляд, всю суть. А друг его Аркадий? Друг его Аркадий, он такой более, знаете, я бы сказал, идеальный интеллигент, но он не так приближен к реальности того времени середины 19 века, как Нигилист Базаров. Вот смотрите, вы упомянули Толстого, вы упомянули Толстого. А Толстой, что не интеллигент? Вот странно нам сказать, что Толстой интеллигент. Ленин он называл, с одной стороны, что он выразитель интересов патриархального крестьянства, с другой стороны, интеллигентик, хлюпик, пишет Ленин, который предпочитает рисовые котлетки. То есть, конечно, он интеллигент. В том смысле, что в нем живет как бы чувство вины. Чего он, вот вы говорите, замечательно жил, жили русские интеллигенты. Да, у него ясная поляна, у него замечательные условия существования, он себе придумал этот мир. Но он мучается до конца, мучается десятилетиями просто. И кончает тем, что уходит, разрывает. И тот же Чеков сказал, вот умрет Толстой, и все пойдет к черту. Сказал в свое время Чеков и был прав. Спасибо, это не надо. И был прав. Да, пожалуйста. А вы какие произведения помните? Ну, вообще, мой любимый писатель, тоже поэт Серебряного века, это Есенин. Он по-настоящему прочувствовал русский народ. Вот, Александр. Саша, скажите, пожалуйста, когда вы прочитаете русскую литературу, у вас возникает в мозгу образ России, в которой хочется жить, или из которой хочется бежать, или ее переделать? Какого вы говорите? Ну, конечно, в которой хочется жить. Слава Богу. Спасибо. Давайте. Что я читала в последнее время? Мне приходит в голову, соответственно, и Чернышевский, и Достоевский, и Лев Толстой. Ну, вот ощущение от того, что вы прочитали, какое у вас ощущение от русской литературы? Как вы, современный человек 21 века, воспринимаете эту литературу? Что вы оттуда вынесли для себя? Я понимаю, что время, когда жили эти писатели, было непростое по сравнению с то, что сейчас, в нашем 21 веке. Я поняла, что... А сейчас время простое, что ли? Я бы сказала, намного легче, чем предыдущий 20 и 19 век. Сейчас, секундочку, вы подумайте. Вот у меня, Федор, значит, к вам вопрос такой. Сейчас она сказала замечательную фразу, да? Что сейчас легче жить, чем в 20-м, 19-м. А литература сформировала такое мнение, такое понятие, что жить тяжело было в конце 19-го, 20-го века, как вы думаете? Да нет. Во-первых, смотря кому. То есть, действительно, кто-то умирал со скуки, а кто-то умирал с голоду. Это совершеннейшие реалии. Там, Россия, даже начало 20-го века. В этом смысле, это как раз наше-то время, в самом деле, в истории России самое жирное, извините за такое выражение, самое спокойное, самое такое, лучше всего жить, в самом деле. Это действительно так. Но, может быть, именно поэтому у нас проблемы с современной литературой, потому что тем не так много для, так сказать, переживания. А тогда у литературы было много тем, и, в общем, самое главное, это, так сказать, задача, по-моему, которую она решала, это задача, собственно, ну, некого такого переживания, катарсиса, да, очищения. В этом смысле, кстати, она в значительной степени действительно подменяла собой церковь, как бы беря на себя эту функцию. Моральное воспитание общества. Да. Василий Александрович, у меня к вам вопрос, скажите, пожалуйста, вот вернемся к сложному произведению Федора Михайловича Достоевского, роману «Бесы». Там были выписаны портреты революционеров, интеллигентов, радикалов, или все-таки немножко другая история этого романа, этого воздействия на людей, как вы думаете? Нет, там очень широкий спектр, и здесь как раз у Достоевского четкая совершенно установка. Ну, одну часть спектра возьмем, да? Да, показать то, что интеллигенция, даже вот если применять это слово, хотя тогда оно не очень было широко воспространено, не одноцветно. Она действительно многоплановая, и там разные есть пути, жизненные пути, потому что, в общем, ну, фон, как бы, на котором происходят вот эти все революционные события у Достоевского, он-то достаточно здоровый, и здесь на фоне вот этих достаточно спокойных, реальных событий, более рельефно выписываются, вырисовываются революционные образы. Опять же, в контексте того, что вот нельзя реальной, нормальной, здоровой жизни противопоставлять какие-то революционные утопии, которые не приведут к ничему хорошему. Но это роман «Предупреждение»? Да, это роман «Предупреждение». Иначе, как считаете? Ну, вся русская литература – это романы «Предупреждение». Все, вот любые отцы и дети, роман «Предупреждение», и «Война и мир», нас другое дело, другое дело, что все предупреждения были высказаны перед революцией. Все, и «Зборник Вейхи», и романы. Другое дело, что мы их не услышали. Вот это да, мы многое не услышали. А что касается бесов, какие там революционеры? Там что про себя говорит Петруша Верховенский? Он говорит, я мошенник, а не социалист. Там показан не столько механизм революции сам социальный, сколько нравственный механизм революции, когда идут люди полной амбиций, полные своих комплексов. Для них революция – это изживание их личных комплексов, понимаете? Игорь Ильич, у меня к вам вопрос, позвольте. Смотрите, 20-й год, Крым, ноябрь, по-моему. Землячка, революционная кличка «Демон». Образованная женщина. Говорят, что одним из ее любимых произведений в русской литературе был роман Достоевского «Беса» как раз. Ведь она придумала на баржах топить офицеров в Черном море. Вот этот вопрос, да, интересный. Это первое. Второе. Бокий, такой, один из руководителей ОГПУ, он, например, участвовал в том, что отправлял чекистов в тибетскую экспедицию Рериха. И существовал специальный отдел, возглавляемый Бокьем. Этот человек был интеллигент из интеллигента семьи, но он создал Соловецкий лагерь. И одновременно организовал экспедицию в Заполярье, изучавший шаманские практики по управлению толпой. Вот я объясню. Мавзолей Ленина в форме Зиккурата сделал Мавилонскую. Я почему это спрашиваю? Мне кажется, что вот отрицание Бога у интеллигенции, которая занималась революцией, она выходила в другой темный спектр. И все равно людям нужны какие-то символы, да? Это мистические образы, антидуховное учение. И они это учение создавали. Вот эти люди, интеллигенции, которые отрицали Бога, ведь так или нет? Вы знаете, я вот к несчастью, или к счастью, не знаю, я учился в школе московской 626, которая носила имя землячки. Имя не землячки. Мы, конечно, не подозревали о ее революционных деяниях, но это очень характерно. Ведь землячка и подобные ей, они думали, что ради высокой цели... Можно убивать. Можно убивать. Но Маркс говорил, он говорил так, что цель, достигнутая неправыми средствами, не есть правая цель. То есть средства искажают цель. Кровавые средства делают цель кровавой. Я когда говорил о кровавой изнанке идеализма, я имел в виду именно это. Вот они ради высокой цели были готовы на все. Убивали человека. Понимаете? И ощущение конца было. Ведь тот же Волошин говорил, помните, у него ощущение, что Россия закончена. С Россией кончена. На последях ее мы проболтали, прогалдели, пролузгали, пропили и так далее. Замызгали на грязных площадях. Ощущение конца было. История. Вот вы говорите, мавзолей. Египетский. Конечно. Это памятник язычеству. Это попытка. Это самый страшный памятник тоталитарной системе. Почему его нельзя трогать? Потому что это памятник культуры. Попытка большевиков втащить в бессмертие смертную плоть. Вот еще раз повторите, пожалуйста. Вот что вы сейчас сказали еще раз. Втащить вместо души бессмертный, втащить в бессмертие тленную плоть. Сделать ее бессмертной. Понимаете? Это языческий памятник. Игорь Иванович, остановитесь, пожалуйста. Павел Иванович, как вы это прокомментируете? Это очень интересная штука. Как вы скажете, вот, а то, что сейчас сказал Игорь Леонидович, втащить бессмертие смертную плоть. Вообще фантастика, что в 20 веке вдруг слились воедино вот эти вот самые архаичные древние языческие культы, и они реализовались вопреки даже воле многих большевиков. Тот же Троцкий, он вопил, говорит, что вы делаете? И Крупский, все были против, но это вот как блок, он отражал действительность. И вот эта стихия строительства рая без Бога, она привела к возрождению, автоматическому возрождению, причем не просто Зиккурата, а это египетская пирамида в форме Зиккурата. То есть там внутри... Объясните, пожалуйста, для молодежи, что такое Зиккурат, чтобы они понимали, о чем речь. Ну Зиккурат это храм, где человек общается с Богом, да, собственно, но Бог там на небе. А вот пирамида, да, это памятник Богу, который уснул, так сказать, фараон, да, который вот бессмертен. Большевики это квинтэссенция гуманизма, я бы так сказал. Это все-таки проекты западного гуманистического неоязычества, где возникает религия человека, человека Божия. То есть идея, мы построим светлый мир своими руками, мы боги. И как бы доведенное до абсолютно безответственного и абсурдного, но логичного финала, да, вот почему в Европе не было этого, да, потому что там все-таки были ступоры. В России интеллигенция всегда жила без всякой, что называется, школы жизни, власть ее не привлекала к работе. Берега потеряла. И они, потеряв берега, потеряв все ориентиры, они все-таки реализовали ту идею, о которой говорили не они, которая родилась давным-давно в Европе, еще в 16-17-18 веках. Ведь к этому готовили построить вот эту вот новую религию Бога. Бога, который человек, и вот Бога, который живой, и вот то, что Сталин потом так гениально использовал, да, культ Ленина, культ Ленина как вечно живого. И я помню эту песню, Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной в вере, надежде и радости. Ленин в тебе и во мне, она заканчивалась такими словами. Это в образ очень возвышенный, но он, это вот как бы такое вот возвышение в пропасть. А знаете еще почему, вот я сейчас подумал, победила революция? Потому что то, что говорили большевики, совпало, совпало с глубинными чаяниями. Мечта о Царстве Божьем на земле, о граде Китеже, который ушел, но поднимется. Мечта о Царстве Божьем на земле, о небесном граде. И большевики на этом сыграли, потому что для них коммунизм это был, это и есть тот град Божий, достигнутый на земле. И народные чаяния были использованы для революции, скажем так. Спасибо. Федор Александрович, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот эта мистическая составляющая, это вот такое, знаете, такая сказка, легенда была использована интеллигенцией, радикалами, радикальной части, революционерами, которые это народу рассказывали. Мы всегда верим в добро, помните, там, Руслана Людмила, сказка о царе Салтане, да, помните? Может быть, просто они угадали тягу народа к сказкам? Ну, в том числе, в том числе, конечно. Если мы посмотрим, вот скажем, лозунги, с которыми большевики, собственно, брали власть, это, собственно, что? Это вот страна крестьянского счастья, да, что такое декрет о земле? Все поделить и никому ничего, так сказать, не быть должным, да? Вот, пожалуйста. Другое дело, что в этой ситуации, там, так сказать, разваливается страна, и в результате, да, там, меньше чем через год в эту самую деревню приходят озверевшие, голодные, но при этом хорошо вооруженные рабочие, которые отнимают хлеб, да? Ну, это уже вопрос практик. То есть, иными словами, на уровне идеологии, да, произошла смычка западных доктрин с крестьянским счастьем, с крестьянской сказкой о счастье. А на уровне практики, посмотрите, где у нас мавзолеи есть? Мавзолеи, кроме России, есть еще в Восточной Азии. Ну, появляется мавзолеи в Западной Европе. Все идет в штатах Америки есть тоже мавзолеи. Ну, мавзолеи в Болгарии. Ну, мавзолеи в центре города стоял, мавзолеи Дмитриев, да, взорвали. А мавзолеи взорвали. И что с ним сделали? Его похоронили. Взорвали. Мавзолеи взорвали? Взорвали. Вот мы как-то, извините, мы ушли в обсуждение, почему совершился революция, и что революция делала. А об интеллигенции забыли. Плюс мы ее как-то обрываем эти революционными годами. А что у нас не было интеллигенции позже, 20-е, 30-е, 40-е, 60-е годы. И вот теперь интеллигенция стала вновь уважаемым, чрезвычайно уважаемым классом, образом жизни. Виталий Тович. А они к кому? Они к Ленину вернулись в большинстве своем. Виталий Тович. Извините, извините. Нет, нет, Аркадий, можно все-таки я договорю? Это либеральная интеллигенция, левая интеллигенция. Опять же, мы говорим только об этой интеллигенции. А где вот эта почвенческая часть интеллигенции? Она была и в 60-е годы, и в 70-е деревенщики. Но их-то ретировало. Интеллигенция внутри себя еще борется. А теперь, вспомните, 20-е, 30-е годы. Все же о литературе. Ильф и Петров описали. В Ассуале Лоханкин. Это кто осмеивает интеллигенцию русскую? Это кто осмеливает? Ретроград, Черносотенец, из деревни, только что вышел, из Костровской губернии? Нет, Ильф и Петров. А театр Колумб. Представление, Женитьба. Это же Мерхольд. Кто осмеивает? Вот революционные, пришедшие к власти, занявшие позиции в литературе, левые интеллигенты осмеивают своих же соратников, собратьев, которые уже дошли до того, что они, ну и так далее. Вот у них яичница, выносят на сковородке натуральную яичницу. Спасибо. Это же и есть интеллигенция русская. Слава Михайловна, вы директор музея Неделеева и Блока. Вот вы сейчас послушали наш разговор, вот неинтересно. Было два философских парохода, убрали интеллигенцию. Кто остался в России, превратился в Вячеслав Лоханкин. Вы как оцениваете роль интеллигенции в то, что произошло в октябре 17-е, в то, что было потом? Мне кажется, с вашего разрешения надо вернуться к Блоку. Я хочу сказать о подвиге личном, человеческом и поэтическом Блока, когда он принял решение, он понимал, что он может здесь умереть. Его не выпускали из России. Было принято решение о том, что ему надо ехать в Финляндию, да, в лечебницу. И голоса, которого не хватило при решении этого вопроса, это как раз Владимир Ленин был против дать разрешение. 21 год. И только ходатайство Горького помогает решить этот вопрос. Но было уже поздно. И все те, кто пришел проститься с Александром Санчо Блоком 7 августа 21-го года, узнают о том, что арестован Николай Степанович Гумилев. И, собственно, с расстрелом Гумилева, со смертью Александра Блока... Кончилась русская интеллигенция. Кончилась, я бы сказала, тот путь, который... Свободная русская интеллигенция кончилась. То составляющая, мне кажется, очень важная, о которой писал Александр Сачбок в автографической поэме «Возмездие» с молоком матери, я впитал дух гуманизма, я родился в ректорском доме, мой дед Андрей Николаевич Бикетов был ректором в лучшие годы. Я думаю, что это очень важное оставляющее, которое мы, к сожалению, забываем. Спасибо, Александр Санчо Блоком. Саша, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки, возвращаясь к тому, что было тогда, в начале 20-го, объясните мне, пожалуйста, как так сложилось, что люди, которые получили прекрасное образование в императорской России, учились в императорских университетах, ходили в библиотеки, могли свободно ездить по Европам, все это профукали, бросили и стали заниматься эстетизацией насилия, культивировать, воспевать. И вот уже в 21-м году этот же Блок, Александр Блок, гениальный поэт, да, которому понадобилось разрешение, чтобы выехать в Финляндию, а вот это писал Ленин. Это как, что произошло, что произошло, почему это случилось? Как вы думаете? Ну как, ну дело в том, что действительно это особенности тогдашней российской политической культуры, когда существует две России, да, есть Россия официальная, бюрократическая, есть Россия неофициальная, интеллигентская, и эти две России друг другу руки не подают, как известно, да? Вот так... Не рукопожатые. Да, 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 так... Так и сейчас происходит. Ну, я бы сказал, тогда это четче выражено было. Но дело в том, что когда вот та самая Россия неофициальная воля судеб приходит к власти, да, она, естественно, продолжает, ну, некую такую идейную войну. И придя к власти, она на самом деле оказывается гораздо большим самодержцем, чем был тот самодержец, которого она свергла. Поэтому она неизбежно совершенно начинает применять те самые бюрократические, даже, так сказать, не только, да, практики, террористические практики, которые, казалось бы, да, так сказать, с ее победой должны прекратиться. Поэтому, ну, для них это была такая, так сказать, диалектика, которую они вполне нормально принимали. Игорь Ильич, вот прокомментируйте, что ты сказал. Вы знаете, ну, это все правильно. Но ведь вот был такой утопический, может быть, проект, который мог бы решить проблему. В 80-е год прекращаются покушения. Вот Достоевский произносит свою пушкинскую речь летом 80-го года. Почему такие овации? Почему люди падают в обморок? Он там ничего особенного не сказал. Потому что срабатывает резонансный эффект. Россия ждет изменений. И когда он говорит «смирись, гордый человек», это обращено не только к революционному подполью, это обращено и к власти. Потому что власть тоже гордый человек. Прекратите взаимные убийства. И вот когда готовятся там земские соборы, я не знаю, вот тут разговоры о Конституции в конце 80-го года, что предлагает в последнем посмертном своем дневнике писателе Достоевский? Казалось бы, утопическая вещь. Он говорит, не надо собирать никаких соборов там земских и прочих. Опросите народ по хижинам. А мы, интеллигенция, постоим в стороне, поучимся, что скажет народ, чего он хочет. А потом уже мы скажем свое слово. Вот обучение у народа. Ну как можно опросить нацию? Тем не менее, такой проект предлагался. Пусть этопически. Но он не пошел. Но он не... Через месяц после... Вот смотрите, еще одна вещь. Достоевского хоронят. Идет 30 тысяч человек за гробом. Чего никогда не было. Ни за Пушкиным, ни за Красовым. Что это? Отношения как к писателю? Нет, конечно. Половина не читала его романов. Вот в силу пушкинской речи. Он призвал, он указал путь, выход из кровавого тупика. Безреволюционный, бескровный. Вот в этом соединении. И за ним идут как за учителем. Да? Проходит ровно месяц, 1 февраля похороны. Наступает 1 марта. И бомба Рысакова и Гриневицкого, бомбы, заканчивают царствование. И отсюда... Убивают кого? Убивают Александра Второго, царя-освободителя. И гибнут при этом совершенно невинные люди, в том числе мальчик маленький. Гибнет с Коля Захаров. Черепом раздрабливает так. И путь отсюда идет. Вот сразу к Ипатьевскому подвалу. Вот от 1 марта путь идет к Ипатьевскому подвалу. К этой кровавой... В Ветеринбурге. К расстрелу в Центрине. Причем смотрите, еще я об этом не раз говорил. Вот разница французской революции и русской. Все-таки казнят короля Ледовика XVI. Там худо-бедно конвент заседает. Конвент выносит смертный приговор, судебный процесс идет. С большинством в один голос. Гильотинировать. А у нас без суда, без следствия, всю семью загоняют в подвал. Убивают как просто по-звериному. В том числе и маленьких детей. Детоубийство в основе русской революции. Вот разница между европейской революцией и страшной русской революцией. В этом. Если вы мне позволите... Вот, не знаю, у вас есть на это две минуты? Да, две есть. Я прочту одно свое стихотворение. Вот как бы об этом. Вот европейская русская. Тома старинные инкварта. Тесненный золотом бордюр. И резкий профиль Бонапарта. И томы глянцевых гравюр. Дымы кортечные веются. Зовет к оружию набат. Эпоха войны революции. В альбомный втиснута формат. Пускай стоит у гильотины. Король подъемлющей персты. Типографы невозмутимы. Ясны их стройные шрифты. О знаки полной отваги. Но нам усвоить довелось язык оберточной бумаги. С декретами и в кривь, и в кость. И те огромные в полнеба плакаты страшной вышины. Где все подробности нелепы, но все пропорции верны. Вот вам. Спасибо. Мы заканчиваем программу. У меня последний вопрос к студентам. Кто может, ответьте, ребята, кратко, пожалуйста. Так все-таки, кем вы себя считаете? Интеллигентами, интеллектуалами? Можете ответить? После того, что вы слышали. Так как мы определились, что у нас интеллигенция – это высокообразованные люди. И учитывая, что я стремлюсь к знаниям, я все-таки себя причисляю к интеллигентам. Спасибо. Спасибо. На мой взгляд, интеллигенция – это как раз-таки образованные люди, которые любят свою страну. Которые патриоты. И которые, как никто иной, будут отстаивать права этой страны. И которые будут стремиться к лучшему. Поэтому я отношу себя вот именно больше к интеллигенции. Чтобы менять этот мир к лучшему. Ну, знаете, давайте заканчивать. Наша программа, очень интересная дискуссия была. И я хочу, знаете, закончить неожиданно ее. Юрий Грымов ушел на встречу на другую. Но он сказал потрясающе интересную новость. Он снял фильм «Три сестры» по пьесе Антона Павловича Чехова. Оказывается, в этом фильме впервые восстановлена фраза, которая была написана Чеховым. И которую в советское время, после диалога в финале пьесы, вы помните, да? Убрали. Вот. И я хочу этой фразой закончить нашу программу. На все вопросы ответит Господь Бог. Это была программа «Судья империи». Увидимся. Спасибо. Продолжение следует...